Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Приветствую вас на своем канале. Спасибо, что заходите и смотрите мои кулинарные рецепты. Сегодня я готовлю для вас юшку грибную по-закарпатски. Для этого мне потребуются шампиньоны, совсем чуть-чуть белых сушеных грибов, морковь, лук и картофель, а также предварительно отваренная фасоль, пучок укропа, чеснок, лавровый листик, растительное масло, ложка сметаны, а также грамм 40 сливочного масла, а из специи я буду использовать мускатный орех, острый перец, смесь перцев и соль. Вот, собственно говоря, и все ингредиенты. Мы приступаем к приготовлению супчика. Как вы видите, здесь нет мяса, и если не ложить туда сметану, то можно его использовать как пустное блюдо. Поэтому начинаем приготовление с белых грибов. Вы видите белые грибы, порезанные очень тонкими слайсами, высушенные. Я их покупала по случаю в Ужгороде. Я ничего с ними не делаю, просто ломаю на кусочки и заливаю горячей кипяченой водой. Оставляю их на 15 минут, для того, чтобы они впитали все в воду и немножко разбухли, размякли. Шампиньоны я буду нарезать не мелко, пополам. И вот так вот еще немножко на кусочки, для того, чтобы у грибы было четко видно супчики. И грибы нарезаны, мы их отставляем в сторонку и приступаем к приготовлению овощей. Морковь нарезаю пяточками, а потом еще пополам. Если вы не хотите испортить супчик, не трите морковь на терке. Репчатый лук тоже нарезаю как можно мельче. Его не должно быть видно в супе, он должен давать только вкус. Вкус и аромат. Картофель нарезается тоже мельче. Примерно 7 на 7 миллиметров. Во-первых, так он быстро варится. Во-вторых, его так удобно есть. А в-третьих, это эстетично выглядит в супе. Тем более, юшка грибная, там в основном должны быть видны грибы. Картофель не доминирует в этом супе. Поэтому мелко нарезали и отставляем в сторонку. Две картошины у нас есть нарезанных. Мы берем растительное масло, сливочное масло. Берем подготовленные овощи и перемещаемся к плите. Я буду делать все в одной кастрюльке. В разогретую кастрюлю я добавляю растительное масло, добавляю сливочное масло. Не заменяйте сливочное масло маргарином, либо каким-либо другим жиром. Потому что мы в этом масле будем жарить шампиньоны. И это будет непосредственным образом влиять на вкус бульона. Значит, припускаем вместе морковь и лук до полупрозрачного состояния лука. Посмотрите, лук полупрозрачный. Мы высыпаем теперь шампиньоны. Хорошо перемешиваем и обжариваем. Ни в коем случае на данном этапе грибы солить нельзя, потому что они пустят жидкость. И тогда мы не сможем их обжарить. Грибы обжарились в сливочном масле, с морковью, с луком. Вот до такого красивого цвета. Посмотрите, жидкости нет. Все очень вкусно и красиво. Значит, теперь мы выливаем жидкость. Высыпаем белые грибы. Перемешиваем, добавляем картофель. Туда же добавляем предварительно отваренную фасоль. Цвет фасоли не имеет значения, так как грибной бульончик не бывает прозрачным. Он всегда темным. Поэтому можете взять темную фасоль, можете белую, такая, какая у вас есть. Добавляем теперь нужное количество кипящей воды. Хорошо перемешиваем и оставляем минут на 10, не больше, пока месь картофеля не отварится. Значит, прошло 10 минут. Сымаем крышечку. Теперь мы должны супчик довести до вкусовой готовности. Я его солю. Добавляю специи. Лавровый листик. Перец, мускатный, орех и смесь перцев ароматную. Солим обязательно. Вот специи, о которых я говорила. Хорошо размешиваем. Даем соли разойтись, раствориться. При варке этого супчика аромат стоит нереальный в кухне. Пробуем на соль. Все окей. Теперь в самом-самом конце я добавляю немножко чеснока. Сразу же за чесноком добавляю укроп. Можете добавить еще немножко петрушки. Даю полминуты вскипнуть вместе с укропом. И отставляю суп. Кипеть не надо. Не надо, чтобы суп кипел вместе с зеленью. Потому что зелень тогда потеряет свой цвет. Это супчик готовый. Значит, по технологии на последнем этапе приготовления супчика в него добавляется сметана. Но я в сам суп ее добавлять не буду. Я буду сметану добавлять уже непосредственно в тарелку. Хочу, чтобы вы посмотрели, как красиво он выглядит. Поверьте мне на слово, он очень вкусный. Теперь уже непосредственно в тарелочку я добавляю сметану. Хочу пожелать вам приятного аппетита. Кушайте на здоровье. Если вам понравился рецепт и мое видео, пишите комментарии, ставьте лайки. И не забудьте подписаться на мой канал. Приятного аппетита и до новых встреч!